Их легко можно узнать по огромным клетчатым сумкам и баулам с разнообразной продукцией. Как правило, они появляются на Карбышево, за Брестским центральным рынком, ближе к вечеру, бойко предлагая свои товары. Черника, голубика, вишня, крыжовник, кабачки, лисички и другие дары леса и огорода. Они – это украинцы, которые, приезжая вечерним поездом в Брест, спешат распродать свой богатый ассортимент. В основном у нас граждане Украины РОВД отрабатывает их по алкоголю. Это довольно жестко и это, в принципе, пресекается. По остальным вопросам ситуация немножко сглаживается, потому что отсутствует четкое понимание порядка получения разрешений и всего остального. Граждане приезжают на день, на два, на три. Они прибежали на рынок, реализовали свою продукцию или возле рынка, или на территории города. И они уехали, они исчезают. Зачастую иностранные торговцы размещают свой товар в несанкционированных местах. И, судя по статистике обращений за разрешением на торговлю, а их за шесть месяцев этого года не было вообще, легализовать свой бизнес они не спешат. По мнению сотрудников отделения по гражданству и миграции, причина в непростой и невыгодной для тех же украинцев в системе получения необходимых документов. Это специальное разрешение на право осуществления разовой реализации товаров на территории рынка, либо в любом другом месте, определенном исполнительно-спредительном органе. Срок действия документа составляет до трех месяцев. Иностранный гражданин должен быть зарегистрирован по месту пребывания. Особенность данного документа, что иностранец имеет право торговать только пять дней в течение календарного месяца. То есть в итоге он получается не более 15 дней, торгует в течение 90 суток. То есть для того, чтобы получить разрешение на торговлю, иностранец должен жить в гостинице или у приглашающего лица. А это дополнительные расходы, на которые торговец с дикоросами пойти не может. В итоге получается, что из-за соображения экономии нелегальщик из соседней Украины подвергает опасности белорусских покупателей. Потому как продукция санитарную проверку не проходит. Попасть в лабораторию могут только те, у кого есть разрешение на торговлю, полученное в отделении по гражданству и миграции. А с появлением проблемы нелегалов украинцев, работникам лаборатории было дано поручение записывать паспортные данные торговца, принесшего свою ягоду или любую другую продукцию. Замкнутый круг. Продукция доставляется в лабораторию. Здесь сотрудники лаборатории проверяют однородность партии, берут образцы на испытания, отбирают. Регистрация проходится, поэтому сейчас требуются паспортные данные, где мы заносим в отдельный журнальчик. Далее образец проходит испытания, идет обработка результата. И если продукция соответствует допустимым уровням, выдается талон разрешения. Напоминаем, разрешение выдается тем иностранцам, у которых есть все необходимые документы. Кроме этого, контролеры Брестского центрального рынка и сотрудники правоохранительных органов Ленинского района проводят постоянные рейды по выявлению торгующих земли иностранцев. Тем, кто предпочел проигнорировать букву закона, грозит штраф. По оплате составляет выдача спецразрешения одну базовую вещь. Грубые нарушения, в данном случае повторность, она будет, скажем так, иметь отягчающий признак. И, скорее всего, одна из мерок будет, либо, скажем так, о запрете въезда в Республику Беларусь. За шесть месяцев этого года за незаконную торговлю только спиртным за пределы нашей страны было депортировано 15 граждан Украины. Естественно, соответствующих документов о качестве продукции у нелегальщиков не было. Возвращаясь к проблеме торгующих иностранцев, следует отметить, меры по ее решению на уровне города и области принимаются. Осталось только, чтобы и брестские покупатели в погоне за дешевой летней ягодой не забывали спрашивать продавцов о соответствующих документах, подтверждающих безопасность их продукции.